Всем привет! Постал я вчера Android 6.0 для Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Как вы знаете, у нас продается официальная моделька с индексом 928F. Пока обновления для нее нет. Есть для 928C. Как и понимаю, это иракская прошивка, но здесь русский язык есть. В принципе, без особых проблем можно поставить и на наше устройство. Примечание к этому видео. Добавлю ссылку на инструкцию. Можете почитать. Она есть на XDA и на 4PDA в форуме. Если кому интересно, насчет KNOX, у меня он был уже тикнут на единичку. Но по отзывам других пользователей, у которых был 0 и поставили недавнюю прошивку, он также остался 0. Ну, собственно, это неудивительно, так как прошивка у нас официально просто для другого региона. Насчет работы сотовой сети, Wi-Fi, все работает без проблем. Так что в этом плане ошибок нет. Сведения ОПО 6.0.1 Давайте поговорим о изменениях. Во-первых, экран блокировки немножко изменился. По крайней мере, мне показалось, что шрифт изменился часов. Здесь у нас даже нет никакой анимации, ни бульканье, ни сияния. Просто вот так вот разблокируем и все. Сверху у нас шторка изменилась, поменялся цвет. И мне показалось, что, как видите, если посмотреть внимательно на данный ползунок, вот такой вот след остается, когда мы его перемещаем. По-моему, раньше такого не было. Наконец-то за многие годы поменялась цветовая гамма. Некоторые переключатели у нас анимированы. Вот, допустим, вот самолетик. И снова немного по-другому память, но это, в принципе, стандартно для Android 6.0. Отображение функции изогнутого экрана. Они сейчас, как и на Galaxy S7. Мы можем вызвать вот такую вот панельку. Здесь вывести линейку. Фонарик. Ну и компас. Давайте перейдем в настройки. А здесь также мы можем включить вывод приложений. Теперь они могут отображаться в две колоночки, различные новости, погоду и так далее. Причем, как я понимаю, разработчики получили доступ к этой панельке и могут делать свои. Можем отрегулировать не только положение левая и правая сторона, но также и размер, маленький, средний и прозрачность. Вот этой панельки тоже можем регулировать. Из настройок, что я заметил, по крайней мере, на Galaxy S6 Edge такого не было. Появился пункт «Быстрая зарядка». Соответственно, если вы хотите, чтобы он заряжался обычным образом, просто мы ее отключаем. Это, соответственно, нас продлевает жизнь аккумулятора. По-моему, в Note 4 был такой пункт. Потом, вроде как, удалили или вернули, честно, не помню. По статистике батареи за ночь ушел 1%. То есть, он реально стал дольше жить. Так у меня входило в среднем где-то 5-7%. А тут один, прям вот красота. По скорости работы. Если кому интересно, бенчмарки. Antutu набирает почти 82 тысячи баллов. Отдельно по тестам. Скорость памяти. Могу отметить, что девайс стал заметно шустрее работать. Это касается и скролла. Давайте откроем Google+. Если не ошибаюсь, в предыдущем андроиде у нас распределение нагрузки было на менее производительные ядра 4 и Cortex-A53, которые у нас первые стоят. Здесь же, когда мы начинаем скроллить, видите, у нас начинают работать последние 4. Это у нас Cortex-A57, который максимум до 2,1 ГГц. Давайте твиттер посмотрим. Точно могу отметить, что устройство стало работать заметно шустрее. Пропали микролаги при скролле. Посмотрим, как будет с течением времени. Через недельку, через две. Но сейчас реально стало заметно лучше. Теперь крайне левый экран. Флипборд вводится без лагов. Даже при первом включении. Его, как всегда, можно отключить. Простым образом. Здесь есть переключатель. Могу отметить, что заметно меньше каких-то сторонних приложений стояло. Многие можно удалить. И я вам еще не показал список запущенных приложений. Здесь у нас появилась новая анимашка. Реально очень прикольно, как будто список у нас появляется и раздвигается. В инстаграме я выкладывал фотку чехольчика для Galaxy S6 Edge+. Такой же есть и для обычного S6. Называется Animode Soft Skin. Собственно, я хочу вам его показать. Стоит он 990 рублей. Такой вот чехольчик. Очень тонкий, полупрозрачный. Давайте его оденем. Одевается он легко. Снизу не закрывает. По бокам у нас все закрыто. Микрофон. Кстати, на днях ходил и смотрел Galaxy S7. Официальный магазин Samsung. Понравился девайс. И там хорошо, что сместили этот микрофон подальше от лотка симки. Потому что, я думаю, есть люди, которые путали, втыкали не туда. Даже я пару раз такое было, когда надо было быстро вытащить. Втыкал, собственно, в микрофон. И ничего хорошего это не приводит. Собственно, такой чехольчик полупрозрачный. Аккуратненько у нас все здесь сделано, подогнано. Размеры не увеличивает, вес не увеличивает. Защищает от царапины. Он в руках не скользит, так как такая вот шершавая у нас поверхность. Также мне понравилось, что теперь практически нет ложных срабатываний. За счет небольших бортиков. Теперь не касаюсь боковых граней. В общем, только на пользу все пошло. Вот так вот чехольчик выглядит со стороны.